Всем привет! С вами Hammer of Fun, это Нарви, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику хобби-часть. В этой части мы попробуем сделать деревья для оформления подставок, диорамок. В данном ролике я попробую сделать не большое дерево, а маленький кустик, поскольку у меня есть проволока достаточно тонкая. Деревья следует делать и с более толстой, но для кустика это будет в самый раз. Я использую обычную медную проволоку. Для деревьев можно воспользоваться либо тонкой стальной, либо алюминиевой, либо тоже медной, но медная она достаточно дорогая. Вот, беру моточек, разматываем. Я уже от большой катушки отмотала примерно количество, которое нам понадобится, даже, наверное, это много. И теперь мы берем вот эту проволоку и отмеряем примерно, какой длины нам нужен будет один кусочек. Из расчета, что мы будем ее скручивать, и в итоге она сильно укоротится, очень сильно укоротится и разветвится. Это будет наш кустик. Ну, примерно, наверное, я буду рассчитывать на такой отрезок. Если его будет слишком много, мы все лишнее сможем убрать и отрезать. Теперь мы вот таких отрезков складываем в достаточно большое количество. Просто берем и вот таким вот образом из имеющейся проволоки складываем вот такие вот петли, одинаковой длины. Это будут наши будущие веточки. Да, пожалуй, этой длины даже на дерево хватит. Не то, что на кустику. Так, стараемся не запутаться. Продолжаем складывать. Пожалуй, этого уже даже нам хватит. Обрезаем проволоку. Для такой тонкой подойдут большие ножницы. Если более толстая, лучше воспользоваться кусачками специальными. Теперь. Вот у нас есть несколько отрезков этой проволоки. Пожалуй, нам хватит даже половины, поэтому смело сгибаем пополам. И внизу делаем вот такую петельку. Просто закручиваем проволоку. Вот что у нас получается. Вот такая петелька. Кончики мы можем просто разрезать. Потому что у нас тут тоже были петли, мы их просто разрезаем и делаем свободные концы проволоки. Разрезаем все. Так, разрезали. Теперь на этом этапе нам лучше всего для удобной работы за эту петельку. Это будет основание нашего кустика, наше будущее изделие зафиксировать как можно прочнее. Потому что вы сможете тогда сплести более плотное дерево, более плотный ствол. Это будет лучше. Я буду зажимать вот в этих вот тисках. Вставляем и зажимаем. Вот мы зажали наше будущее деревце в тисках. И теперь мы можем начинать плести. Вначале у нас будет ствол. Поэтому мы без зазрения совести вот эти две половинки просто скручиваем дальше. Поскольку я хочу сделать себе кустик, мне ствол нужен достаточно коротенький, не очень высокий. И я думаю, можно уже начинать плести веточки. Как мы это делаем? Вот у нас есть две половинки проволоки. Мы их делим еще на половинки каждую. Вот у нас одна половинка. Эту мы продолжим чуть позже. И теперь эти две половинки мы начинаем также переплетать между собой друг с другом. Вот эти две. То есть у нас получается ответвление начнет идти. Чуть-чуть начали. Возьмемся за вторую ветку. Тоже делим пополам. Можно поделить поровну. Можно поделить на глазок примерно. Тогда у вас просто получится различное разветвление. Здесь у меня сейчас четыре. И здесь у меня как-то оказалось пять. Ну ладно. И тоже их скручиваем. Скручиваем все в одну сторону. Вот так пошли наши веточки. Теперь смотрим дальше. Нам теперь необходимо тоже каждую из этих веточек разветвить. Для этого мы берем. Опять же делим их каждую пополам. Вот у нас получилось здесь два жгутика. Пожалуй, у нас здесь одну проволочку отдадим соседней ветке. Здесь у нас четырех, здесь все нормально. Останем так. Здесь два. Здесь тоже два. И переплетаем между собой дальше. Мы плели вот в эту сторону. В эту же и продолжаем. Стараемся плести плотнее. Вы можете варьировать длину веток, как вам хочется, как ваше видение этого кустика позволяет. Здесь хочу эту веточку сделать подлиннее. Значит, плету дальше. С этой веточкой мы пока закончили. Продолжаем с соседней. С этой веточкой мы с другой стороны. Опять же делаем. Плетем вот эту. Главное здесь не запутаться, что куда идет. Потому что если вы будете делать большое дерево, разумеется, вам понадобится гораздо больше отрезков. Дерево получится более ветвистое. И намного больше вот этих будет окончаний. Главное в них не запутаться. Поэтому, если вы начинаете, лучше начать с кустиком небольшого, чтобы потренироваться. и продолжаем плести. И продолжаем плести. Здесь у нас остается уже в каждой веточке по одной проволочке, по две проволочки, которые мы друг с другом переплетаем. Здесь хочу такой длины сделать. Сначала мы немножко распутываем. И делаем плотное плетение. И с другой стороны. Придерживаем основание ветки и плетем. Переходим к следующему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем и целом у нас получается примерно вот такое вот растение с такой ветвистой кроной. Сейчас мы будем пытаться сделать у него кору, поскольку плетение оно все-таки заметно, мы попытаемся его немножечко замаскировать. Для этого мы возьмем клей ПВА, он не отстроительный, он более густой, и промажем им весь ствол дерева. Я его выливаю в небольшую емкость, в которой вам будет удобно работать, его нужно немного. Воды я разбавлять его не буду, потому что нам нужна как раз плотная консистенция, которой мы скроем нашу проволоку. И теперь мы просто им промазываем весь ствол. Верхние веточки не обязательно промазывать, потому что они и так прямые. Мы их еще будем мазать клеем, чтобы приклеить к ним листвой. Вот промазываем ствол, толстые веточки и вот все эти переклетения со всех сторон. При этом у нас все еще будет прослеживаться это плетение, что как раз придаст фактуру клеем. Нам нужно ее лишним легко заискировать. Можем щедро и со всех локусов. Можем щедро и со всех локусов. Теперь, когда мы все промазали, нам необходимо дождаться высыхания. Веточки верхние мы пока не трогаем, к ним будет крепиться листва. Ждем, пока высохнет. Теперь, когда повар на нашем деревце высох, мы можем украсить его кору акриловой краской. Для этого, собственно, берем акриловую краску, кисточку и красим. Какое-то удивительно, не звучит. Красим весь наш ствол и веточки. Стараемся последние тоже покрасить. По окончанию веточек. Потому что все-таки металлический блеск, он смущает на дереве. Если, конечно, у вас не задуманно волшебное металлическое дерево. Аккуратно прокрашиваем все веточки. Субтитры создавал DimaTorzok И вот перед вами уже вырисовывается вовсе не проволочное плетение, а такое узловатое деревце. Очень даже реалистично. Надо было, конечно, чуточку покороче ветки сделать. Это уже делают тренировки и личного вкуса каждого. Краска поверх вала высохшего, которую мы накладывали, очень даже хорошо ложится. Без каких-либо особымных проблем. Внимательно проверяем, все ли мы покрасили. Вестили перекрытую нить. Делаем последние штрихи и даем краске высохнуть. Опять ждем высыхания. Итак, деревце полностью высохло. И настал, наконец, момент истины, финальный этап изготовления деревца. Для этого вам понадобится снова клей ПВА, кисточка и флок модели. Я его делала сама. Об этом вы можете посмотреть в отдельном видео данной рубрике «Хобби-часть». Как это делается. Можете купить в специальном магазине. Итак, мы берем кисточку, склеим и наносим на наши самые дальние веточки. Делаем их аккуратненько. Стараемся, по крайней мере, это делать аккуратненько. Ну, вот с одной стороны я промазываю. Попробуем нанести флок. Вот, хватается, приклеивается. Можете это делать с помощью пинцета, если вам так удобнее. Вот примерно, что у нас получается. Уже смотрится очень даже симпатично. Попробуем нанести на соседние веточки. Теперь его не жалеем. У нас все на нем держится. И по чуть-чуть приклеиваем на нашу миску. Убираем лишнее, то, что не держится у нас на клее. Ну, собственно, вот наш первый вариант. То, что у нас получилось. Если хотите, можете остановиться уже на этом. Ну, нужно, конечно, дать клею просохнуть, чтобы все хорошо и крепко схватилось. А можно подождать, пока опять-таки все высохнет. Нанести поверх этой листвы второй слой клея и приклеить еще листвы. Тогда наша крона будет гуще. Наверное, я так и сделаю. Подождем, пока это высохнет. Ну, вот попробовала посушить кустик насильно с помощью фена. Часть флока слетела, что ожидаемо. Ну, это и хорошо. Зато остальная часть у нас держится точно крепко. И это работает. Так, этот слой у нас высох. Пытаемся нанести второй. Аккуратно наносим клея. Листва у нас тонкая и нежная, поэтому мы пытаемся размазать. Аккуратными точечными движениями его наносим. Густо смазываем кисточку. Переносим клей куда нам нужно. Так у нас получится более густая крона. Попробуем нанести наш флок. Часть, конечно, у нас не клеится из того, что я сейчас накладываю сверху. Но мы это уберем. Для достижения еще более объемные, все-таки вы можете еще раз сделать сверху. Сейчас подумаю, что я клюкнусь улетела. И на соседние веточки делаем то же самое. Если, конечно, будете делать более ветвистое дерево, будет смотреться еще интереснее. Будет очень густая, пышная крона. Смазываем все. И повторно наносим флок. Я его просто вот так вот втыкиваю. И он прилипает к клею. Что ж, пожалуй, подождем, пока все высохнет. И опять вздуем излишки. И посмотрим, что у нас же получилось наконец. КОНЕЦ